Многие дачники каждый год пытаются подобрать правильную подкормку для рассады перца и помидор для роста и толщины. Для чего требуются такие подкормки, когда и как их вносить. А также о многом другом будет рассказано ниже. От чего зависит толщина рассады? Толщина рассады, в первую очередь, зависит от плодородности субстрата, в котором она растет. Однако важно помнить, что объем контейнеров, в которых выращиваются сеянцы, не слишком велик. А молодым перчикам и помидорам для роста и набора толщины необходимо много питательных веществ. А при их дефиците ростки будут чахнуть и плохо расти. Поэтому рассаду перцев и помидоров следует постоянно подкармливать, чтобы она быстрее шла в рост и становилась толстенькой. Но помидоры и перцы могут вытягиваться и становиться тонкими, если им не будет хватать освещения. В этом случае помидоры и перчики тянутся к свету и вытягиваются только в одном направлении. Поэтому рассаду надо держать на светлых подоконниках, периодически поворачивая контейнеры. Какие микроэлементы нужны помидорам и перцу для толщины рассады, чтобы рассада активно росла и была толстенькой, ей необходим целый комплекс макро- и микроэлементов. В первую очередь, для активного роста вегетативной массы рассаде, как и взрослым перцам и томатам, необходимы подкормки, содержащие азот. Именно этот элемент отвечает за наращивание зеленой массы и стеблея. Если его достаточно в почве, значит, рассада перцев и помидоров будет расти крепкой и толстенькой. Но важно вносить азот в определенной дозировке, так как его излишек приведет к тому, что сеянцы будут активно наращивать только зеленую массу. Также рассаде требуются и другие удобрения для нормального развития. Пи, кей, мджи, фэбика, кэ, мока. Обычно овощеводы приобретают комплексное минеральное удобрение и поливают им всю рассаду перцев и томатов, а растения сами возьмут из грунта все необходимые им минералы. Чем полить рассаду перца и помидор для толщины у каждого из дачников есть свои излюбленные народные средства или готовые препараты для подкормки рассады болгарского перца и помидоров для роста и толщины, которые обычно используют для того, чтобы сеянцы росли крепкими и сильными. Народные средства из народных средств следует использовать наиболее популярные и эффективные настои или отвары, которые обычно готовятся из компонентов, которые всегда есть под рукой, остатки кофейной гущи, которая улучшит урожайность помидоров и перцев. Данный компонент насытит корневую систему рассады, а также улучшит рыхлость питательность субстрата, раствор йода, который вносится строго под корень. На 6 литров воды достаточно копнуть 2 капли йодовой настойки. Данное средство подкормит сеянцы перцев и томатов, а также предотвратит развитие некоторых болезней, настойка дрожжей. В 4 литрах воды разводят 200 граммов дрожжей и стакан сахара, смесь настаивают в течение нескольких часов, а потом производят полив саженцев. Но перед поливом маточный настой еще раз разводят. На ведро воды потребуется добавить 1 час. Л. Дрожжевого настоя. Вносит такую подкормку перед производством пикирования, молоко разводят с водой в пропорции 1,5 и производят полив помидоров и перцев для роста и толщины. Готовые подкормки и удобрения из готовых удобрений для подкормки сеянцев с целью ускорить рост разрешается применять, подкормку изумруд, которая необходима для того, чтобы внести большое количество полезных веществ в почву. Обычно применяется, если рассаду требуется срочно подкормить, препарат идеал, который также служит для того, чтобы подкормить чахнущую рассаду. Его можно вносить как под корень, так и по листу. Способствует увеличению стебля в толщину. Препараты для толщины рассада, чтобы стебельки сеянцев, томаты и перца стали толстыми. Специалисты рекомендуют применять следующие препараты. Комплексное удобрение Крепыш, состоящее из комплекса минеральных элементов. Оно способствует активному росту вегетативной массы и утолщению стебельков, комплексная подкормка Здравень Турбо, в состав которой входят не только основные минералы, но и ряд органических добавок. Средство предназначено для укрепления стойкости сеянцев к болезням, а также для наращивания толщины стеблей и листочков. Как определить дефицит веществ о том, каких минералов не хватает растущим сеянцам, подскажет их внешний вид. О нехватке азота можно узнать по блеклым светло-зеленым листочкам меньшего размера, чем положено, по тонким и хрупким стебелькам, и медленному росту. Если растениям не хватает фосфора, то их листики становятся темно-изумрудными или фиолетовыми. Они медленнее растут, начинают темнеть, засыхать и опадать. При нехватке калия листва желтеет или буреет, закручивается вниз и становится морщинистыми по краям. При нехватке магния листовые пластинки становятся светлыми, но прожилки сохраняют естественный цвет. Когда в почве мало кальция, то почки на верхушке и корешки повреждаются и начинают отмирать. Листва скручиваются, а их края сохнут. При нехватке марганца на листовых пластинах появляются пятнышки или сквозные дырки. Если рассаде перца и томатов не хватает железа, то на листве появляются явные следы хлороза, листовые пластины становятся более светлыми или даже желтеют, однако не опадают. При недостатке бора отмирает не только вегетативная масса, но и корешки, не появляются бутоны и не распускаются цветки. Когда в почве мало меди, то листва светлеет, а кончики становятся белыми. При недостатке цинка листва приобретает хлоротичную окраску с бронзовым отливом. Когда рассаде не хватает молибдена, то на листовых пластинах появляются небольшие пятна, а листва сворачиваются. Когда нужно вносить подкормки, совсем не надо спешить с внесением подкормок. Многие начинающие овощеводы стремятся внести подкормку в первый раз тогда, когда на появившихся ростках образовались семидольные листики. Но дачники забывают, что в почве еще достаточно питательных веществ, а лишние минералы в этот момент могут только навредить. Ведь корешки у только что появившихся сеянцев еще слишком малы, поэтому не в состоянии переработать слишком большое количество полезных веществ. Поэтому в первый раз достаточно внести удобрения подростки тогда, когда на них появится не менее трех настоящих листочков. В следующий раз подкормку вносят после пикировки, примерно через 12-14 суток после проведения этой процедуры. Это указано и в инструкции по применению основных стимуляторов роста типа эпина или атлета, а также касается и обычных удобрений. На заметку. В последний раз подкормить сеянца следует примерно за неделю-полторы до пересадки на постоянное место. В каких случаях подкормки вредны, главное, при внесении удобрений, не переборщить. Ведь хорошо известно, что излишек питательных веществ в почве также вреден молоденьким растениям, как и их нехватка. Поэтому если рассада перцев и помидоров выглядит здоровой и крепкой, нормально развивается, то вносить удобрения дополнительно не нужно. Частые ошибки среди частых ошибок при внесении подкормок под рассаду перцев и томатов для толщины и роста следует отметить следующее, внесение питательных веществ тогда, когда у растений сформировались только семидольные листочки. В почву вносят слишком большое количество удобрений, содержащих азот, в этом случае сеянцы будут слишком активно наращивать зеленую массу в ущерб образованию бутонов. Овощеводы не обращают внимания на внешний вид растений, который сам подскажет, каких минералов ему не хватает. Поэтому в почву не вносятся нужные макро- или микроэлементы, рассаду подкармливают за время выращивания слишком редко или слишком часто, поэтому она будет страдать от нехватки или излишка питательных элементов. Ответы на частые вопросы вопрос, почему листочки рассады становятся светлыми, тогда как прожилки остаются ярко-зелеными. И что делать, чтобы спасти саженцы? Ответ, так на растениях развивается хлороз. Чтобы спасти растения, следует полить их по листу любым препаратом, содержащим железо. Вопрос, сколько раз за время выращивания необходимо подкармливать рассаду перцев и помидоров для роста? Ответ, не более трех раз. Иначе может быть перенасыщение почвы питательными элементами. Заключение и так, вы готовы к посадке рассады. Выбраны сорта перца и томатов, которые будут выращиваться в данном сезоне, подготовлен питательный субстрат для посадки семенного материала. И наступает ответственный период, время посадки семян и выращивания рассады. От того, какой она вырастет, зависит, как будут развиваться растения дальше, и насколько богатый урожай они дадут. Любой опытный овощевод знает, бесправильно подобранных и вовремя внесенных подкормок о здоровой и толстой рассаде можно забыть. Именно поэтому важно правильно определиться с удобрениями, чтобы саженцы росли сильными и здоровыми. Ведь только здоровая рассада даст в будущем богатый урожай вкусных овощей.